Сейчас проходит премьера фильма, и вы находитесь здесь. Почему вы здесь? Мы стараемся довести до тех людей, которые придут на премьеру фильма, если вдруг они не знают. То, что Зеленский, который сыграл в этом фильме роль, спонсирует убийство русских, спонсирует карантинную операцию в Донбассе, спонсирует убийство детей в Донбассе. Я как человек неоднократно там бывшая, который видела это все своими глазами. Я считаю, что неприемлемо, чтобы в российском прокате шел фильм «Восемь лучших свиданий», потому что деньги, которые человек получил, получит с этого фильма, Зеленский, в нулю в той мере пойдут на поддержку карантинной операции в Донбассе. Я считаю, что русские не должны спонсировать геноцидов в классе. А как вас зовут? Мария Крисовна. Мария, а в случае, если все-таки премьера, как и в прошлом году, состоится и фильм будут показывать, какие дальнейшие действия ваши, ваших коллег, ну не коллег, а каких же акционеров? Я считаю, что если вдруг состоится премьера, скорее всего она состоится, потому что деньги уже заплачены, прокачивали, фильм уже выкупил. Во-первых, мы будем собирать подписи граждан, на то, чтобы прекратили показ этого фильма. Во-вторых, мы будем также проводить массовые мероприятия. Мы будем уже узнавать у Министерства культуры, о чем оно думало, когда этот фильм выходил в прокат. Мы будем обращаться к тем, кто покупал этот фильм, прокатчику непосредственно. Ну, будем дальше висывать все колокола, но это ненормально, когда мы сами. Просто очень многие люди, которые пойдут на этот фильм, они не знают, кто такой Зеленский, и чем он встречился, что он делает. А этот человек потом опять еще раз, очередной раз, поддерживает, пожертвует очередной миллион гривен на карательную операцию. Я считаю, что это неприемлемо. Мария, вы выступаете как отдельное гражданское лицо или все-таки представитель какой-то организации? Национальное освободительное движение. Спасибо большое. Пожалуйста.